В Бювете на Академической 30 сегодня установили современное оборудование французского производства. Это несколько емкостей. В одной вода отстаивается, в другой очищается от тяжелых металлов и наполняется микроэлементами. Затем попадает в фильтр грубой очистки. После этого с помощью клапана она поступает в специальную установку, где регулируется мягкость воды. Многоступенчатая система очистки позволяет сделать ее еще чище и качественнее. Именно здесь, в этом месте, на глубине 117 метров находится озеро. И этого озера достаточно, чтобы эта скважина работала больше 100 лет. Запасы воды огромные. Мы установили абсолютно новое, самое современное оборудование, которое есть. Принцип вот этой скважины заключается в том, что вода подается из скважины вот в эти емкости, синие. Она здесь отстаивается. Потом она идет вот через этот фильтр. Этот фильтр, почему мы дополнительно его поставили, много железа здесь. И полезно, и в то же время, чтобы лишнего не было. Мы фильтруем и убираем все тяжелые металлы. После этого идет фильтр грубой очистки. Она тоже фильтруется. Потом устанавливаем вот такие специально насосы, специальные клапана, которые поступают вот сюда. Здесь уже регулируется вода мягче, какая она должна быть до модуля, вход какой смотрим, давление смотрим, показатели воды смотрим. Берите воду качественную с нашего бювета. Вы понимаете, что здесь на порядок лучше вода, и она более чистая, чем в любом магазине вы купите. За бюветным комплексом ухаживает специальный сотрудник, который следит за соблюдением всех санитарных норм и занимается его обслуживанием. На открытии бюветного комплекса присутствовал мэр Одессы. Он подчеркнул, что это крайне важный социальный проект для одесситов, и городу необходима целая сеть таких источников. Открытие источника благословил и осветил митрополит Агафангел. Мы сделали это своими силами, не вложив ни одной копейки бюджетных средств. То есть ни с города, ни с области мы не взяли денежные средства. То, что заработали, вот вложили для того, чтобы граждане пользовались этой водой. Если ты делаешь, то ты должен делать качественно. Вот мы сделали их несколько, один находится здесь, вот это самый последний, который мы открывали. Мы завершим, ну естественно, что будем смотреть и думать, где еще открыть эти бюветы. Я думаю, что по городу, конечно, нужна целевая программа. Целевая программа связана с питьевой водой. Та вода, которая сегодня течет из крана, ее практически пить нельзя. Поэтому люди вынуждены идти в магазины покупать воду. Поэтому я и призываю, пейте живую воду. Вот эта живая вода находится именно здесь. А то, что касается перспектив, то, что касается открытия еще, конечно, это нужно делать. Я думаю, что пройдет это тяжелое время. Мы успешно справимся с коронавирусом. Мы будем, разработаем, как и далее, первоочередную программу, связанную с питьевой водой и откроем и в Приморском районе, и в Малиновском районе, и в Суворовском районе, и в Киевском районе. Нужно открывать. Бюветно-академическая 30 расположен рядом со студенческой стоматологической клиникой Международного гуманитарного университета и Международной академической школой Одесса, которая уже скоро откроет свои двери. Кроме того, что чистейшую артезианскую воду будут использовать для работы школьного кафе, фильтрованную воду также будут подавать сразу в два бассейна, которые построены в школе. Это уже второй бюветный комплекс, который был открыт по инициативе Сергея Кивалова. Первый появился рядом с юридической академией на Академической 2. Сегодня это популярное место у всех одесситов города. Лабораторные исследования проб артезианской воды у храма святой мученицы Татьяны регулярно подтверждают ее кристальную чистоту и высокое качество, залог которого – правильная эксплуатация объекта, в том числе своевременная замена и очистка фильтров. Продолжение следует...